Приветствую вас! Я бы хотел поделиться с вами тем, что увидел в вашем сообщении, в вашем таком небольшом рассказе. Первое, с чего бы мне хотелось начать, это то, что вы своему ребенку, по сути, дали определение темперамента его личности. Сейчас вы назвали его холериком с дефицитом внимания. Откуда у вас этот термин, откуда у вас этот вывод, вердикт, как вы его сформировали, почему вы его сформировали, а не детский психолог, вообще-то говоря не очень понятно. Предположим, что у ребенка действительно есть дефицит внимания. Что такое дефицит внимания, я надеюсь, вы понимаете, это недостаточно уделяемое время родителями, своему малышу, своему ребенку и так далее. Возникает вопрос, почему вы недостаточно времени уделяете ему в своей жизни. Что вам мешает? А самое главное, этот вопрос, эта проблема напрямую увязывается с проблемой мотивации ребенка. Ему нужно видеть, что вы поддерживаете его, ему нужно видеть, что вы верите в него, ему нужно видеть, что вы живете с ним, его жизнь. Они пытаетесь помочь ему решить какие-то его проблемы, которые лично для него решать сейчас. Ну, вообще-то говоря, не очень актуально. И правильно боитесь того, что будет в школе, там в школе ему будет тяжело, если он не сможет достаточно активно и успешно донастить свои мысли. И чтобы это было лучше, чтобы это было хорошо, нужно вам для начала понять, какие у ребенка интересы, чтобы он, желая осваивать то, что ему интересно, то есть не раскрашивать, вот как вы так говорите, не разукрашивать, да, не рисовать, не учить стихи, там, поговорки и так далее, а делать то, что ему интересно, то есть активно играть. И именно в игре вы будете расковаривать и обогащать его словарные забавцы в процессе. То, что вы предлагаете делать, это для него работа, это то, что ему неприятно, это то, что самое главное, что он будет делать и так. А я, конечно, могу ничего-то не понимать и допускаю, что я, наверное, ничего-то не понимаю, но зачем ребенку, мальчику в 6 лет рисовать что-то и разукрашивать, мне понять лично сложно. Совершенно очевидно, что ребенок хочет играть и играть активно, делать то, что ему интересно и делать это с вами. Так вот, и нужно этим заниматься. Для этого, конечно, дефицит внимания необходимо компенсировать и убирать, потому что только вы можете всего научить, а слова, потому что он вам, вам подращает. И очень важно, как я уже сказал, как вы относитесь к тому, что ваш ребенок делает. Относитесь вы к этому, как к игре, его игре, это одно. Относитесь вы к этому, как к чему-то серьезному, это другое. И результат то не будет другой, соответственно. Далее, ребенку, как к мальчику, то есть как к будущему мужчине, желательно бы больше времени проводить со своим отцом, чтобы именно отец стимулировал его, мотивировал его на какие-то вещи. Вам, как маме, я полагаю, что вы мама, вам, как матери, какие-то вещи в отношении своего ребенка попросту недоступны из-за того, что вы женщина. И как женщина вы можете научить его мягкости, состраданию, пониманию, может быть, жалости чему-то еще, но отец, то есть мужчина, хочет дать что-то свое. И очень важно, чтобы отец больше времени с ним проводил. Уверен, тогда, если вы учтете все то, что я вам сказал, будет куда больше шансов научить его именно правильно использовать слова, потому что очевидно, что дело здесь не только в словарном запасе, не столько в словарном запасе, сколько в актуализации словарного запаса. То есть слишком много времени уходит у мальчика на поиск слов для описания ситуации. Слова-то, наверное, есть. И, вообще-то говоря, даже если каких-то слов не хватает, все равно всегда можно и чем-то заменить. А у вашего ребенка именно проблемы с подбором, не хватает терпения. Ну, не хватает терпения, это, в принципе, не такое уж ненормальное качество. У детей вообще терпения не очень-то много. Но вот то, что он не может актуализировать быстро свой словарный запас, по сути, не может использовать то, что есть у него в памяти. Он не только в долгосрочной, ой, в кратковременной, но и в долгосрочной, прошу прощения. То есть с трудом активизуется долгосрочная память, глубинная память. Я думаю, это проблема его неприспособленности или, я бы даже не сказал, недостаточной развитости в плане взаимодействия с окружающим миром. А взаимодействие с окружающим миром происходит всегда за счет игры. И лучше выделить, если эта игра осуществляется непосредственно с родителями, чтобы родители сами воспринимали это как игру, активно обучая их взаимодействия с ребенком. То есть, по сути, чтобы научить его разговаривать и как бы правильно выражать свои мысли, чтобы он умел их выражать, нужно не учить его читать, не читать с ним, да, не там, учить стихи, потому что это будет у вас принято ребенком, как что-то такое отдельное и, вообще-то говоря, не очень хорошо подходящее для использования в повседневной жизни. Оно именно, как можно больше с ним разговаривать самостоятельно, чтобы практически показывать ему, какие слова используются для описания тех или иных ситуаций, и тогда у ребенка будет больше шансов научиться. Ведь, чтобы принимать какие-то знания, а вы уже знания ему начинаете прививать, для этого основа. А основа – это всегда попытка копирования родительского поведения, это всегда оглядка на родительское поведение, на то, как родители себя ведут, то есть подражание. И это игра. И вот если этих моментов нет, то ребенку никакие знания не помогут правильно выражать свои мысли. Потому что стихи и книги – это одно, а разговорная речь – это другое. Это совсем другое. И связь между, как бы, возможностью успешно выражать свои мысли напрямую упирается в деятельность, в правильно организованную деятельность. Так что, на этом, я думаю, можно закончить. Желаю вас всего доброго и удачи. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. Спасибо.